Всем привет! Ребят, как видно, слышно? Так, отлично, вижу все, большинство подошли. Ребят, сегодня у нас такая сессия для больше новичков, то есть тех людей, кто еще технически немножко плавает в компании. Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто новичок, либо еще не до конца разобрался с криптовалютами, с техническими моментами в нашей компании, сайт компании, может, до конца не понял бы код из. Есть у нас такие? Так, так. О, ну, я вижу, что немного. Угу. Ну, ладно. Ребят, остальные, я думаю, что вы особо много сегодня не узнаете нового. Это просто для новичков, чтобы им было проще стартовать. Вот, сделаем запись, выложим. Остальные, кто не смог сегодня прийти, посмотрят по записи. Ну, думаю, быстренько пробежимся, долго затягивать не будем сегодня, да? Давайте обо всем по порядку. Каждый новичок, кто к нам в компанию приходит, становится частью нашей команды, он должен сделать пару вещей сразу же на старте, чтобы ему было проще. Для начала, конечно, это надо изучить сайт. Наш сайт уже все, наверное, да, знают? Кто не знает, таких, наверное, в чате нет. Смотрите, сразу будем бежать по техническим таким аспектам. Я особо не готовился, ребят, поэтому буду на ходу. Вот смотрите, вот это наш сайт, его основной домен, да? Estrade.org. Почему не ком, почему орг? Как вы знаете, домены имеют определенный смысл. То есть .ru – это зона, как бы, российская, да, либо .rf – это зона России. Есть .com – это коммерческие сайты. .org – это организация отчасти. И в чем смысл? В том, что наша компания, по сути, она представляет из себя платформу. Почему именно на сайте можно часто встретить название именно платформы? Потому что сайты есть платформа. Платформа, где встречаются частные инвесторы со своими капиталами, мы с вами. И группа профессиональных трейдеров. А наш сайт и компания Estrade – это всего лишь связующее звено, которое технически дает возможность нам инвестировать, а им управлять. И служит таким percent allocation model – процентом распределения прибыли уже между нами с вами и, соответственно, самой компанией трейдерами. Давайте поставьте десяточку, кто вот этого сознания, у кого не было. То есть наша компания, по сути, это просто платформа сервис для того, чтобы наши частные деньги объединять в один пул. Этот пул передавать уже, соответственно, профессиональным трейдерам, которые, исходя из уровня доверия в компании, им пользуются. То есть в компанию может прийти как любой инвестор, так и любой трейдер. Ну, десяточек нет, думаю, все это понимали. Отлично. То есть суть не в том, что наша компания берет и себе куда-то деньги эти забирает. Нет. Мы просто являемся таким промежуточным звеном. Радостная новость состоит в том, но об этом на планерке, да, по понедельникам мы поговорим. Сайт будет меняться и будет такая возможность, как на полноценном доверительном управлении, на классически сложенных уже компаниях. То есть человек сможет сам составлять себе портфель из трейдеров. То есть он будет видеть разных трейдеров, профессионалов, их доходность и будет составлять себе портфель, исходя из их исторических данных, их доходности. То есть вы сможете полностью сами управлять своим портфелем. Допустим, вы будете набирать половину агрессивных трейдеров, половину умеренных, исходя из того процента, который они дают. То есть у каждого будет свой персональный личный портфель. И это круто на самом деле, это очень круто. Поставьте десяточки, кто понимает, про что я говорю. К примеру, вот на PAM счетах мы так делали, когда формировали свой собственный портфель. Это, ребят, совершенно другой уровень будет уже, прям совершенно другой. То есть вы будете, по сути, сами управлять своей доходностью. Вот, ну, об этом уже позднее. То есть компания к этому стремится. А пока что мы получаем, это суперусредненный процент от торговли всех трейдеров в сумме. Причем по всем активам. То есть мы, допустим, по... Мы же торгуем какими парами? Биткоин-доллар, эфир-доллар и биткоин-эфир. Все знают, что мы торгуем этими тремя парами. Самыми волатильными и ресурсовместимыми. И та прибыль, которую мы видим каждый день, это и есть та усредненная прибыль по всем инструментам, по всем трейдерам. Хотя, конечно же, отдельные трейдеры торгуют гораздо прибыльнее. Ну ладно, это немножко другая тема, я не хотела затрагивать, но суть в том, что нужно изучить сайт. Каждому новичку. Прямо по всем разделам. Все пролазит. То, что на русском языке, мне кажется, облегчает эту задачу просто проще некуда. Но, повторяюсь, сайт будет изменен, он будет гораздо качественнее, гораздо красивее, гораздо больше функционала у него будет, аналитики и возможностей. Но пока изучайте то, что есть. Хуже не будет. Потом. Часто вижу людей, которые постоянно не знают, где проходит вебинар, не знают расписание, не знают, где вообще что взять, не знают, где найти запись. Господи, сколько можно. Ребята, все находится в нашей группе. Все находится в нашей группе. Ну, информация для новичков, поэтому я буду прям дублировать. Кто еще не вступил, пожалуйста, вступайте. А, ну так, пока рано, давайте вернемся. Смотрите, и обязательно нужно вступить в канал и чат Телеграма. И на днях у нас появился скайп-чат, как вы знаете. Добавляйтесь везде и следите за новостями. Тогда вы будете в курсе, тогда вы ничего не пропустите важного. Ну и, конечно же, нужно каждому новичку прослушать вебинар от и до. Мой, либо Алексея Чиженко, а желательно и тот, и тот, потому что мы по-разному доносим информацию. После этого у вас уже сложится картина в голове, вы сможете работать. Как добавиться в чат? Хороший вопрос. Смотрите. Для начала первое, что вам нужно, это добавиться в группу. Наша группа, ссылка выше. Все новости мы дублируем на стену, также интересные посты. И вот вы видите, есть снизу, справа блок ссылки. Вот если нажать мышкой прямо на ссылке и щелкнуть вверху, где 12 еще написано, вам откроется полный перечень вот этих наших ресурсов. И там уже есть вся информация. Одной кнопкой вы оттуда попадаете и в Telegram, и в Telegram канал, и в Telegram чат, и в Skype чат, и там же вы можете на вебинар попасть, даже если, ну вот просто кнопку щелкать, и вас перекидывают в вебинарную комнату нашу, вот в которой мы сейчас беседуем с вами. Там же вы попадаете на обменники, там же вы попадаете на регистрацию электронных кошельков, криптовалютных кошельков. Поэтому все в группе всегда есть. Там же в группе есть раздел, который называется файлы либо документы. В нем есть файл, называется straight инструкция по применению. Она старая, я ее писал два месяца назад, когда мы только начинали, но там все равно актуальная информация отчасти. Ну, в ближайшие дни мы переделаем ее прямо на свежий качественный файл, но изучите его тоже, там есть полезные. И верхнюю ссылочку смотрите, пожалуйста, там есть три такие кнопочки, они сейчас везде в сотовых телефонах, в планшетах, это открытие меню с возможностями. Вот если вы ее нажмете, там будет опция получать уведомления. Таким образом, когда в группе у нас будет что-то происходить, какая-то новость дублируется, вы получаете уведомления ВКонтакте и вы всегда в курсе, вам не нужно проверять там группу каждые пять минут. Вот, также посмотрите на основной баммер, он называется меню, вот посмотрите еще, на него если кликнуть, то он открывает вики-меню, но оно будет дорабатываться. То есть пока оно достаточно слабенькое, совершенно нет пока времени, но мы ему обязательно займем. В будущем там будет полноценная библиотека, полноценная энциклопедия знаний с видеоинструкциями и всем прочим. Вот, то есть, ну ладно, с группой разобрались, да? Попрошу также новеньких и стареньких всех, ребят, у нас есть альбом, называется «Наши доходы», недавно видел в чате тупейший вопрос, ребята, а кто-нибудь выводил деньги? Прям, ребят, смешно. Ну, разумеется, выводил. И тело депозита выводили, и прибыль, разумеется, многие снимают чуть ли не каждый день, поэтому без проблем. Специально для таких, как бы, ну, неверующих каких-то, которые еще не понимают, куда попали, мы сделали вот этот фотоальбом. Пожалуйста, получили прибыль, пускай даже там 10 долларов. Сделайте скрин и добавьте в этот альбом. Он доступен для редактирования каждому нашему партнеру. Вот, там есть как и большие доходы, так и маленькие. Ну, добавляйте все, чем больше, тем лучше будет. Вот, поехали дальше. Вот, таким образом, да, они могут быть видны. То есть, когда компания, когда вы нажимаете кнопочку «Вывести прибыль», что происходит? Деньги, допустим, вы выводите биткоины, нужно понимать, что они не лежат вот сейчас, в данный момент у вас в кабинете. На самом деле, я открою вам маленькую тайну. То есть, в кабинете лишь идет отображение той статистики, сколько денег вы непосредственно заработали, да, компания для вас заработала. Но они не лежат в кабинете, они продолжают работать на торгах. Никто не будет эти миллион транзакций делать. Вот, маленькая тайна. Поэтому, когда вы нажимаете «Вывести средства», почему идет регламент от 3 до 5 дней? Ну, обычно в 2-3 дня, да, приходит. Это потому, что эти деньги надо с биржи вывести. Они продолжают там работать. Вот такой маленький секрет. Никому не говорите. Поэтому регламент именно 3-5 дней. И в момент, когда вы нажимаете «Вывести деньги», компания начинает процедуру по выводу и перечислению вам. И на это уходит вот это время по регламенту. В тот момент, когда компания сделала транзакцию, вам на почту приходит вот такое письмо, как внизу, да, вы видите. Сумма в разделе там 93 доллара, переведена. Вот дальше в скобках «Ведь» есть такое слово, как «батч» и двоеточие его. Это цифровой такой слепок на статистику по этому переводу. То есть можно зайти и посмотреть. Это же блокчейн. В этом случае это «Адвокэш». Но в случае с криптовалютой можно было бы посмотреть «батч». То есть прямо нажать на эту ссылочку, и он вам покажет в блокчейне отображение этой операции, что компания действительно ее сделала. Но я приглашал, она не может войти на конференцию. Вы ее заблокировали. Сейчас проблемы с входом. Помогите. Пускай войдет в другой электронной почты, я так полагаю. Я, в принципе, никого не блокирую. Я ее просто попросил удалить. Также, когда он на кошелек приходит, уже в «Адвокэш» либо криптовалютные кошельки, можете тоже сделать скрин, что вам пришла прибыль, выложить туда же в альбом. Окей, давайте дальше. Иногда наш сайт закрывается на технические работы. Мы об этом стараемся заранее предупреждать, чтобы никто не паниковал, не переживал. Но на момент, если вдруг вы заходите, и сайт не открывается почему-то, то, пожалуйста, проходите на сайт estrade.io. Это зеркало сайта так называемого, оно всегда работает тоже. То есть это запасной код на сайт, если основной почему-то не работает. Для тех, кто любит аналитику, да? Для тех, кто любит аналитику. Есть у нас такой волшебный файлик. Сейчас начался новый месяц, я его немножко доработал и подумал, что кому-то, может быть, он будет полезен. Вот на него ссылочка, можете его скачать. Так, сейчас проверю. Ой, нет. Ой, нет, 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 не то. Это не тот файлик. Это я его не туда засидел. Ладно, я сейчас вам скину немножко другой. Уже на тот. Ну, он немножко доработан, что он позволяет делать. Он позволяет позволяет отображать ваш доход уже ежедневно. То есть не просто общий, как вы видите, а он будет отображаться уже более конкретно. Потом приделаем всякие графики к нему и тому подобное. Вот. Ну, опять же, его можно скачать из группы в разделе «Файлы». Так, давайте теперь посмотрим собственно личный кабинет. Ну, вы с ним можете ознакомиться сами, только вот основные блоки разберем с вами. То есть весь кабинет, по идее, он состоит из четырех больших кнопок. Аккаунт, портфели, партнерам и история. Вот. Если вы новичок, вы, может быть, пока путаетесь, но достаточно быстро разберетесь, если просто по нему побродите. Благо, что все переведено. Тут самая важная, эта кнопка, я полагаю, настройки. Виталий мелко. Так, что я вам могу посоветовать? Вверху. Вверху. Не знаю, ребят, а все не видят? Тут, понимаете, тут нет смысла видеть прям каждую букву. Это вы просто открываете сейчас свой кабинет и видите как бы отображение сайта. Это же просто общий пример. Вы смотрите себе сейчас личный кабинет, вам не надо смотреть сюда. Работайте параллельно. То есть в вкладке аккаунт самая важная кнопка – это настройки. Там вы должны указать свои реквизиты на вывод, куда вам будет компания, перечислять. И там же можно сменить пароль. Ну и в принципе настройки находятся там. Здесь вы видите также свой логин, ваш статус на данный момент, квалификацию, да, какая у вас. Советую, кстати, всем выполнять метрополис, успевать, потому что этот статус, он открывает гораздо больше преимуществ, чем первые. И выполнить его в декабре еще остается возможным. В следующем году уже будет, думаю, все по-другому совершенно. То есть изменится и план начисления прибыли от компании, и сама схема работы. И как будет со статусами дальше непонятно, но нужно успевать по максимуму сделать вот до нового года. У нас впереди целый месяц. Чтобы выполнить квалификацию метрополиса, думаю, это более чем достаточно. Опять же, как бы заявляется, что дается одна неделя, но если компания видит активность, что вы работаете, что вы подключаете людей, вам чуть-чуть дастся больше времени. Я думаю, что звук нормальный, Раиса, это у вас, вот из компьютера. Поэтому успевайте сделать метрополис. И, как вы помните, компания дарит подарки своим партнерам, активным, как раз по статусе метрополис. Уже буквально на днях я сделаю форму, куда вы сможете подать собственно уже свои адреса для вручения подарков. Ну, конечно, нужно будет показать, что вы в этом статусе состоите. Ну, ладно. Вкладка аккаунт, наверное, все понятно. Если, ребята, у кого-то вопросы, вот новички, вопросы по личному кабинету, какие-то технические проблемы, может быть, давайте коротко сейчас обсудим, вот пока на этой вкладке остановились. Ну, здесь вы видите, да, понимаете, то есть вы отсюда можете как проинвестировать деньги, так и заказать выплату. Заказать выплату. Сделать это очень просто. Буквально пару нажатий и все, деньги либо зашли, либо вышли. Так, ребята, здесь, поставьте десяточки, если все хорошо, меня слышно, все понятно. Что-то обратной связи нет. Хорошо, окей. У нас сейчас очень бурная работа идет, как вы знаете, офис Москва-Сити нам необходимо запускать прямо вот до Нового года и еще несколько офисов в других городах, поэтому, ну, я в жуткой запаре и могу либо не ответить, а могу ответить и грубо, поэтому вы уж меня извините, пожалуйста, мы до Нового года поработаем, я отдохну и уже будем уже в спокойном режиме работать, будет все хорошо. Мария, по статусу Метрополис. Смотрите, если вы у себя в личном кабинете, то вверху есть такая закладка, которая, а, ну это у меня старый скриншот, что ли, да, старый скриншот. Вот над большой кнопками партнером, новая кнопка, она называется развитие. развитие. Вот сейчас перейдите на сайт и нажмите на нее. Здесь вам покажутся таблицы всех уровней. Компании, как вы знаете, всего пять уровней и Метрополис из них третий. Вот условия прекрасно прописаны, стандартные, то есть эти условия для китайцев, для мексиканцев и для японцев. Компания, поскольку мы пока еще являемся регионом приоритетного развития, то есть на нас большие делают составки, нам помогают, для нас вот есть сейчас промоушен. Вот если стандартные требования, как вы видите, это оборот структуры в 30 тысяч долларов, до пятой линии, да, вам нужно сделать этот оборот, либо личная инвестиция, ваш личный портфель в 3 тысячи долларов, это стандартные условия. Что возможно сделать сейчас? В первую очередь для вас вступить в нашу группу, скачать там файл, который называется straight инструкция по применению и в ней конкретно прочитать, что нужно сделать, чтобы сделать метрополис. Там прямо текст нужно скопировать и вставить все там показано, как это делать. Условия. В первую линию у вас должно быть 5 человек, во вторую линию у вас должно быть 10 человек. Оборот команды должен быть 1000 долларов и ваш личный вклад 100 долларов. Пожалуйста, не спрашивайте меня, а можно я сделаю полторы тысячи личный вклад и мне вдруг откроется метрополис. А можно я сделаю два человека в первую и 32 во вторую? Нет, ребят, вот есть такие условия, они все одновременно должны быть выполнены. Одного хотя бы из условий нет, все, потеряете статус. Не сразу. Не на первую неделю, может быть, на вторую или на третью. То есть, если компания видит, что вы бездействуете, она, собственно, у вас статус убирает. Ладно, давайте дальше. Важная панелька достаточно, она скрыта от взора глаз. Нужно Ирина поздравляет тебя. Будет тебе монетка. Чтобы открылась эта волшебная панелька с информацией, нужно нажать на правый верхний желтый узелок и выпадет панелька. Кто сейчас в личном кабинете, попробуйте прямо сейчас. Когда выпадает эта панелька, мы на ней видим важную информацию. Давайте слева направо разберем. Блог соцсетей идет. То есть Facebook, Twitter компании и Telegram. Самый важный ваш значок в виде самолетика. Кто еще не установил себе Telegram на рабочий компьютер, обязательно установите. Это сделать легко, бесплатно. Нужно немножко только будет погуглить и его русифицировать, чтобы вы не испытывали сложности с использованием. Все инструкции в интернете есть. Пишите в Яндексе скачать Telegram, русифицировать Telegram. Делайте все по инструкциям, по шагам и будет у вас на компьютере Telegram работать. Когда вы будете нажимать на этот значок на этой панельке Telegram, вам будет сразу же открываться диалог с техподдержкой. Сразу же. Конечно, вы можете писать из так называемых тикетов внутри личного кабинета. Вот на этой картинке видите под узелком три желтые кнопки. Конвертик, телефончик и W. То есть конвертик они отвечают к нему гораздо неглиннее, чем Telegram. Советую писать Telegram. Трубочка, вы можете заказать себе звонок из компании, протестируйте, почему нет, вам позвонит русскоговорящий человек. Иногда на ломаном русском китаец пытается общаться, но все равно. Либо W. Это уже вход на вебинар. В частности, когда я веду повторником вебинара, вы можете попасть на вебинар прямо оттуда. Он ведется не в этой комнате, где мы сейчас с вами общаемся. Это наша командная комната вебинарная. А там мы переходим на комнату компаний. Она уже такая, другая немножко. Вот. Давайте дальше. То есть с блоками соцсетей понятно. Я вот все бьюсь, чтобы нашу группу туда еще повесить, до сих пор не повесили. Надо ругаться. Дальше идут биржевые курсы. То есть по биржевым курсам вы всегда можете быть в теме, если просто зайдете в личный кабинет. Опять же, это курсы, которые компания считает для внутренних переводов, для внутренних транзакций. То есть, например, смотрите, у вас вложено, выведено, считается в долларах, но у вас может быть нет депозитов в долларах, он только в эфире. Так вот, эта цифра всегда будет пересчитываться по текущему курсу, который вот вверху отображается. Что мы там видим? Отношение эфира к биткоину. Но это техническое значение, вам его знать не надо, оно для трейдеров больше. Потом идет стоимость эфира в долларах и стоимость биткоина в долларах. Кстати, ребята, кто видел сегодня стоимость биткоина? Да? Радует? У меня биткоинов припасено уже достаточно хорошо. Я, правда, зафиксировал прибыль даже недавно. Может, меня поздравит. на этой неделе я сделал депозит в компанию в 5000 долларов. Вот мой личный вклад. Мой личный вклад. Можно было немножко еще в биткоинах похоронить, но ладно, там мне тоже остается. И следующее. Начисление прибыли через. То есть, что это означает? Смотрите, по рабочим дням, ну и не по рабочим, капает вот этот таймер. Он тикает назад, как бомба. Только в конце ничего не взорвется, а будет начислена прибыль. Вот, опять же, как вы помните, прибыль начисляется через механизм распределения прибыли, как в пам-счетах. Поэтому она, ребят, прибыль моментально только в пирамидах появляется, потому что вот ее нарисовали и все. Здесь на начисление прибыли уходит несколько часов. То есть, когда вот этот таймер дойдет до нуля, начнет капать проценты от нуля процентов до ста, то есть, если вы смотрите, вам прибыль еще почему-то не начислена, почему-то еще не начислена, вы просто откройте эту панельечку и там увидите, допустим, распределено 95% прибыли. Значит, вы попали в те 5%, которые еще не получили свою прибыль. Все, подождите, пока дойдет до нуля, потом таймер обнуляется и начинает тикать до следующего распределения прибыли. Выходные, соответственно, он будет показывать там один день на сколько-то часов, пока понедельник наступит. Вот, ну, тут все понятно. Если у вас возникают какие-то вопросы вообще в принципе, многие прям пишут мне такие детские вопросы, ребят, есть Яндекс, найдется все. Вы уделите немножко самообразованию время в Яндексе, поищите информацию, которая вам нужна, и на большинство ваших вопросов вы найдете и статьи, и видеоинструкции, и все подряд. Поэтому, если вы что-то не понимаете, не пугайтесь, просто откройте Яндекс и найдите эту информацию. Давайте дальше. Поставьте, пожалуйста, минус сейчас в чат, кто до сих пор не открыл себе биткоин-кошелек, у кого нет счетов биткоина. Давайте признаемся, ставим минусы в чат. Так. Ну, немного вас, да? Ну, окей. Ребят, давайте сейчас долго не будем на этом останавливаться, тут все просто. Смотрите, вот этот сайт принадлежит такому порталу, как Blockchain.info. Как вы помните, Blockchain – это название технологии, по которой идет транзакция в биткоине. И сайт просто так называется, это не значит, что это именно и есть Blockchain. Нет, это просто ребята так назвали сайт. Перейдите на него и у вас откроется главная страница. Она в дальнейшем станет на русском. Ну, напишите сейчас, на русском она у вас сразу открылась в языке, там есть русская версия, ее можно будет дальше выделить. В общем, здесь все просто. Здесь вы можете зарегистрировать себе кошелек. Кстати, видеоинструкция есть в файлике, инструкция по применению, или еще один файлик, есть полезные ссылки называется, вот в нем тоже. Но мы их на днях обновим, там будет посвежая информация, если что, там прям видеоинструкция. Ну, тут все просто. Щелкаем на кошелек, потом зарегистрировать новый, и он у вас открывается. Вот. Опять же, подробно, подробно сможете посмотреть на YouTube. У нас даже ребята, Линар, по-моему, делали обзоры, ну, это мы все добавим. его зарегистрировать очень просто. Нужно только ввести электронную почту, ну, и, собственно, вы уже получаете свой кошелек, вы можете пользоваться. Там будет кнопочка отправить, и эта кнопочка получить. Вот, нажимая на кнопочку получить, вам будет генерироваться ваш код, ваш счет, ваш счет. И этот счет вы уже можете указать в личном кабинете Стрейда, вам на него будет начисляться прибыль. Таких счетов может быть очень много, то есть каждый раз, когда вы будете нажимать на эту кнопочку получить, вам будет генерироваться новый счет, не пугайтесь. Все эти счета, они работают всю жизнь, их может быть хоть миллион. А ядро самого кошелька, оно остается как бы одним, то есть деньги вам будут стекаться на него. Вот, как покупать, продавать, рассмотрим чуть подальше. Ну, просто вот знаете, что вот этот сайт решит все ваши проблемы с регистрацией биткоина. Здесь же, кстати, есть и статистика по тоже биржевой стоимости, по технической информации и прочее. И в реальном времени бегут транзакции. Вот эти зеленые кнопочки это транзакции, которые сейчас происходят. Если вы посидите, попьете чай, посмотрите, то увидите, как пролетают миллионы долларов. Транзакций очень много. Давайте пойдем дальше. Поставки теперь, минусики опять, у кого нет еще эфир кошелька, кто в эфире себе кошелек еще не открыл, признавайтесь. В эфире ребята открывают реже немножко, да, кошельки? Смотрите, в чем смысл? В нашей компании есть возможность сделать депозит в трех разных валютах. Это биткоин, это эфир, это доллар. Соответственно, когда мы деньги вводим в компанию, мы сейчас рассмотрим все эти способы, их очень много, ну прям очень много. Но когда идет разговор про вывод денег, вывод всегда только в одну сторону. То есть, биткоины выводятся на ваш биткоин кошелек, ваши эфиры выводятся на ваш эфир кошелек, и ваши доллары из личного кабинета выводятся только на ваш адвокэш. Именно адвокэш. Ну, адвокэш, я надеюсь, у всех есть, он же, ну, его очень легко зарегистрировать, да, я его даже слайд, так он не стал вставлять. Так вот, в реквизитах вы указываете, в случае биткоина, вы указываете вот тот номер счета, который генерируется по кнопочке получить, ни в коем случае не указываете ваш идентификатор биткоин кошелька, это другая вещь. В случае эфира вы указываете конкретно свой эфир, кошелек он в этом случае один, как бы единый. В случае от вывода, от вывода, от вывода, от вакэша, вы указываете свою почту, электронную почту, на которую у вас зарегистрированы какао. Ну, с эфиром тоже все просто, сейчас я вам дам ссылочку. Это тоже один из самых популярных и простых в понимании сайтов. Называется MyEtherWire. Генерируется он очень легко, прям, ну, вот проще не придумать. Все, что вы увидите, когда перейдете на этот сайт, вам нужно будет ввести пароль, этот пароль должен быть сложнее, который вы никогда не забудете. Запишите его себе татуировкой на левую ляжку. Сутью, просто запишите себе его куда-нибудь, так, чтобы не забыть. После этого нажимаете кнопочку создать кошелек и, о чудо, у вас создается кошелек. Все, что вам нужно, это сохранить ваш закрытый ключ, это секретный просто набор символов, по нему вы будете туда, собственно, попадать. То есть, после того, как вы его зарегистрировали, вы вверху жмете кнопочку перевести эфир, перевести эфир, там он вас спросит, как вы хотите попасть к себе в ваш кошелек. Вы выбираете кнопочку закрытый ключ и вставляете тот набор символов, который вам дался при регистрации. если у вас подключен принтер, обязательно нажмите там кнопочку распечатать, чтобы у вас вся информация была на принтере. После этого у вас уже будет доступ в личный кабинет на эфире и там вы можете отправлять, получать без проблем. Тут, думаю, тоже все понятно, вы, если потыкаетесь, то разберетесь. Видеоинструкции, опять же, они у нас должны быть, если что, посмотрите в группе. А, ну вот, AdvoCash я все-таки добавил. Но AdvoCash вообще простой. У него учредители, между прочим, это выходцы из СНГ, сервис достаточно хороший. Через AdvoCash мы можем вводить доллары в компанию и выводить доллары из компании. Если ввести доллары в компанию, есть и другие способы, то вывести доллары из компании можно только на ваш AdvoCash. В чем у него плюсы? У него моментальные бесплатные транзакции внутри сети, то есть, когда вы пополняете свой счет в компании в долларах, ровно сколько вот 100 долларов у вас вписали со счета, 100 долларов у вас в компании появится. Без комиссии, моментально. Можно заказать себе карту. Это будет карта офшорного банка, виза полноценная, нет, извиняюсь, мастер-карт, полноценная мастер-карт, которая принимается во всем мире. Стоить эта карта будет вместе с доставкой всего 5 долларов, если вы заказываете в течение 5 дней после регистрации. Поэтому, ребят, не поленитесь, зарегистрировали адвокэш, сразу закажите себе карту. Не тяните. Потом она будет стоить 15 долларов. Собственно, потом вы сможете эти доллары переводить себе моментально на карту и ходить хоть в любом банкомате наличку снимать, хоть делать покупки по всему миру. Ирин, не получилось активировать? Ну, что ж такое-то? Беда, давай мы тебе поможем. Напиши, пожалуйста, Ильнару, и он тебе с удовольствием поможет разобраться. В общем, с этим понятно. Давайте рассмотрим варианты, как мы можем, как мы можем, собственно, работать с криптовалютой. Как вы понимаете, криптовалюта, вот она сама по себе уже, как бы ее формулировка понятна. И эту формулировку, что очень радостно на днях, подтвердила налоговая нашей, ну, Российской Федерации. Так, сейчас, секундочку. Что я хотел вам скинуть? Ага. То есть, налоговая из своего определения, думаю, многие, да, уже почитали. Ну, я сегодня сделаю пост в группу. Налоговая четко сказала, что это, в принципе, валюта, валюта. То есть, ну, вот как доллар, например. Какие у нас есть, ребята, варианты получить доллар? Мы можем его обменять на рубли, мы можем его заработать, можем его, ну, купить, грубо говоря, да, зарубить, даже не обменять, покупить называется. то есть, с биткоином либо эфиром та же самая ситуация. Как нам их получить? Мы можем их заработать, в нашей компании, например, да, почему нет? Мы можем их купить, зарублить, либо любую другую валюту. То есть, сейчас очень много сервисов, так называемых обменников. Вот, смотрите, сейчас внимание, вот один из них, касса, я часто пользуюсь им. То есть, он меняет все на все. Вы можете отдать ему ВТБ, Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк, ну, это через, чтобы вы понимали сразу, да, это через онлайн-банкинг. То есть, вы заходите к себе в онлайн-банк, если у вас эти крупнейшие банки, а у большинства есть эти крупнейшие банки. Там вы делаете перевод как физическому лицу какому-то, ну, Сбербанки это бесплатно, если в вашем регионе, если в другом регионе, то 1% за перевод. Это сотрудник вот этого сайта получает перевод, а взамен вы говорите, что вам нужно. Это могут быть биткоины, да, Ирина, это обменник, просто обменник. Либо адвокэш, то есть, исходя из того, что вы хотите сейчас, ого, хороший курс. Блин, надо было еще немножко подержать. Ну, Вот, ну, то есть, суть понятна, да, мы отдаем что-то, любую электронную валюту, либо банкинг, и взамен получаем любую электронную валюту, либо банкинг. И буквально недавно, ребят, внимание, видите, а нет, тут вы не видите, но если вы перейдете на сайт, видите, как быстро слайды устаревают. Если вы перейдете на сайт, там сейчас появилась новая кнопка, она называется Visa-MasterCard. Рублевый, что важно, именно рублевый. То есть, теперь, даже если у вас не эти крупнейшие банки, но у вас есть карта, многие помните, как хотели, чтобы у них была возможность оплачивать с карты, вот теперь она есть. То есть, вы с этой карты можете напрямую купить себе либо ту валюту, в которую вы хотите инвестировать, на свой кошелек, AdvoCash Bitcoin, эфира здесь только нет, эфир есть, немножко в другом сервисе, который очень похож, он называется XPay. У них, ну, функционал, у них интерфейс вообще одинаковый, вот я кидаю ссылку на XPay. В XPay прелесть в том, что в принципе все то же самое, только еще пару банков добавлено более обширно и есть эфир. То есть, вы можете там эфир продать, вы можете там эфир купить, вы можете там эфир обменять. Вот. То есть, вот эти ссылки, которые я вам дал, пожалуйста, сохраните себе и в идеале даже зарегистрируйтесь на этих обменниках, чтобы у вас была скидка. То есть, чем чаще вы будете, ну, заведете там все личные кабинетные там обменники и чем чаще вы будете им пользоваться, тем дешевле вам будет обмен. Ну, у меня большие суммы проходят, у меня там уже скидка вообще колоссальная. Можно сказать, я вообще ничего не теряю на этих конвертациях. Теперь, как завести деньги в компанию, да? То есть, когда мы в компании жмем кнопочку, которая называется создать портфель, да? Инвестировать. Раздел инвестировать, создать портфель. Мы там выбираем, ну, к примеру, AdvoCash зелененький. Пишем сумму, нажимаем создать портфель. И там открывается множество вариантов, как оплатить. Ну, первое самое это именно AdvoCash. Он без комиссии оплатится. То есть, вы, какие есть варианты? Вы себе покупаете на свой AdvoCash через обменник за любую валюту AdvoCash и вводите в компанию. В случае с криптовалютой вы можете даже не открывать себе свой личный кошелек, вы можете взять и указать сразу же в обменник тот номер, который вам сгенерировали в вашем личном кабинете на получение. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вы нажимаете создать портфель, вам вылазит справа окошко, где написано, чтобы оплатить в эту вашу заявку, переведите деньги вот на такой-то номер биткоина, к примеру, либо эфира. в этот номер копируете, идете в обменник и вставляете в раздел получить, а отдаете то, что, собственно, у вас есть. То есть, это либо другая, либо это может быть Киви, а может быть Сбербанк. То есть, то, что у вас есть, вы меняете сразу на платеж компании. Все. После этого вы, собственно, получите. Есть еще у нас такая тема, как официальный обменник компании. То есть, у нашей компании уже возникла потребность обменивать большие объемы криптовалюты туда-сюда. Для этого они взяли и создали свой обменник, который достаточно хороший получился. Для нас он интересен только тем, что там можно отдать Яндекс.Деньги, Яндекс.Деньги, которые, кстати, мы можем купить очень легко через любой интернет-банкинг. И нам сразу же создастся портфель внутри нашего личного кабинета. То есть, там нужно будет выбрать раздел, который называется Estrate.USD. Слева мы выбираем Яндекс.Деньги, справа выбираем Estrate.USD. После этого открывается форма, мы указываем свой логин кабинета и отдаем на указанный номер Яндекс.Деньги. Все у нас создастся портфель. Вариантов, видите, ребята, масса-масса-масса вариантов на бот. То есть, если подключить фантазию, это просто тысячи разных вариантов. И PerfectMoney тоже, да, есть. Но там и рим-комиссия, если не ошибаюсь. Давайте сейчас прям посмотрим. Я захожу на обменник компании, выбираю отдать Perfect, а получить Estrate.USD. И, к примеру, я пишу тысячу. Так, и получается, ну, вроде бы даже без комиссии, насколько я вижу. Возможно, без комиссии. Ну, ладно, ребята, у нас грядет большое обновление у сайта и возможно, это что-то будет меняться. Да, да, действительно. Комиссии, похоже, нет. Ну, в общем, окей, давайте поставим плюсики, если с этим обменником все в порядке. То есть, ссылочка у вас есть, зарегистрируйтесь на нем обязательно и пользуйтесь им. Это очень удобный сервис, очень простой. Если какие-то вопросы, у них тоже есть кнопочка контакты, у них есть телеграм, без проблем стучитесь им и они вам, в принципе, очень быстро, моментально ответят и помогут. То есть, проблем с вводом, выводом вообще нет никаких. Давайте пойдем дальше. Для крупных сумм, для крупных сумм, то есть, если вы уже хотите инвестировать прям большие деньги, а, кстати, новость-то какая, ребят, когда компания перейдет на составление портфелей, именно, и уже не конкретно, когда вы будете как вам счета себе собирать портфели из разных трейдеров, снимутся все лимиты какие-то, ограничения. То есть, сколько хочешь завести, столько заведи. И, возможно, лимиты не только на ввод, но и на вывод будут сняты. Посмотрим. Понимаете фишку? То есть, уже суммы будут большие, мы не будем как бы упираться в потолки там, в потолки метрополиса, потому что, ребят, у нас реально возникли проблемы, что люди говорят, блин, вот миллион рублей, пожалуйста, заведите нам, сделайте депозит. а мы не можем, мы говорим, компания ограничивает, только вот в неделю вводить, пожалуйста, на метрополисе три тысячи в неделю. А люди больше хотят, блин. И, представляете, я уже прям просил, прям руководитель, говорю, пожалуйста, ну вот хотя бы вот этому, снимите лимит, мы заведем 20 тысяч долларов. Знаете, что мне говорят? Нет. Говорят, нет. Куда мы, говорит, эти деньги денем, потому что надо же объективно управлять, проценты уже на следующий день платить, а торговая стратегия под них не готова. Поэтому вопрос с созданием вот этой платформы так и решится, что человек уже будет сам выбирать, кому из каких трейдеров он сколько доверит, а трейдеры будут этой суммой уже управлять так, как он умеет. Ну, очень круто, новость реально крутая. И, когда у вас будут вопросы про крупные суммы, я вот про это и говорю, чтобы вы пользовались таким сервисом, как Марты. Когда мы были с Сережей Каннегином на конференции блокчейн в Москве, мы познакомились с владельцем, это такая женщина, очень приятная, и она прям говорит, что я всегда стараюсь держать курс максимально выгодным, вот ссылочка на этот ресурс, можете там тоже зарегистрироваться. Он тоже принимает большинство банков, в общем, без проблем, там можно большими суммами, это будет выгоднее, чем через любой обменник делать. Как вы знаете, у нас идет обучение, очень классное, но мы вас пока не возьмем. Старые слайды, просто извиняюсь. Хорошо, ребят, давайте по техническим моментам, каким пробежались, давайте пообщаемся, у кого какие проблемы, какие вопросы, буквально 10 минут, кто нужно бежать, ребят, бегите, мы в принципе закончили на сегодня, спасибо за внимание, я отвечу на ваши вопросы. У кого какие проблемы, может быть вопросы технические, кому с чем помочь. Давайте поговорим и будем разбегаться. все, у кого нет вопросов, надо же. Запись? Саш, ты здесь? запись можно будет получить, да. Она будет в группе. Она будет в группе. Так, Ирина. Ирина. Я что-то, именно твой вопрос не могу немножко понять. Смотри, когда у тебя на балансе лежат денежки, смотрите, у нас три возможности сделать депозит. Биткоин, эфир, доллар. В чем мы проинвестировали, тот, тот портфель у нас и растет на 15% в месяц, ориентировочно, да, на 15% в месяц. С новой платформы будет как и 10%, так и 35%, то есть кто как составит свой портфель. Теперь, когда ваши партнеры начинают активно работать, вам комиссионные идут тоже в той же валюте, в которой они как бы сделали результат. То есть они сделали портфель в эфире, а у вас эфира вообще не создана, но вам придет он в эфире. И вывести его сможете тоже только на эфир. Соответственно, когда вы накопите на любой из кошельков внутренних компании определенную сумму, вы сможете ее обратно проинвестировать в компанию. Как только 10 долларов у вас, минимум 10 долларов накопится, пожалуйста, делайте. То есть если вы накопили биткоины на внутреннем кошельке, пожалуйста, делайте снова портфель биткоина. Но их нельзя между собой обменять. То есть если у вас лежит там один биткоин, а вы хотите сделать сейчас депозит в эфире, то вы его не сможете внутри кабинета никак обменять. Опять же, у нас нет никакой внутрянки, да, вот этой вот, нет переводов между пользователями. В нормальных компаниях с доверительным управлением это абсолютно чуждые элементы. Поэтому вы денежку себе выводите в биткоине, идете на обменник кассы, конвертируете там на свой кошелек эфиры, эти биткоины, и заводите их в компанию. То есть путь только такой. Сережа, что ты меня тролишь? Офисы по городам. Ирин, привет, кстати. Ребят, сейчас огромная, огромная, огромная нагрузка вот с этими офисами по Москве в основном. В Екатеринбурге запустимся очень скоро, дату пока не скажу, чтобы не обмануть. Это знаете, как ремонт? Кто хоть раз ремонт закончил в тот день, когда планировал, в тот день, когда его решил начать? Ну вот так же, слишком много факторов и по-разному бывает. По поводу офисов, Ирин, к вам в Уфу я обязательно приеду, давайте, ребята, прямо на днях с вами созвонимся и прямо запланируем мероприятие, я вам помогу собрать зал, хотя вы молодцы, я знаю, сами справитесь, но все равно помогу. Напечатаем билеты, это не только по Уфе будет и по другим городам, по Москве в частности, и будем работать на сбор зала, а я буду готовить яркий контент, яркую презентацию уже вот в оффлайне, на земле будем работать, как говорят. Поэтому по офисам, ребят, сначала первая задача, номер один, запустить Москву, собрать конференцию в Москве, и Сибирь, Екатеринбург я хочу тоже запустить, чтобы уже взять свою команду, посадить ее на комфортные, классные, люксовые рабочие места, чтобы ребят как бы втянуть в поток и создать вот этот рабочий процесс, рабочий конвейер. После этого мы начнем запускать другие города и Уфу в том числе, именно офисы, компания вам их профинансирует. Поэтому сейчас вы работаете, чтобы у вас был результат, как вы помните, от 30 тысяч долларов и статуса Метрополис компания открывает офисы, поэтому делайте пока этот результат. с оффлайн работой по презентации на земле мы очень быстро его сделаем. Поэтому вся информация будет, отбращайтесь как бы персонально уже ко мне, пока дат никаких нет. Николай, спасибо за обратную связь, очень приятно. Вроде бы очень легкая информация, я думал все ее знают, но решил повторить. Валерия. О, Валерия Дайнека. У нее, кстати, замечательный инстаграм. Валерия, напиши, пожалуйста, в чат. В чат добавится подписчиков. Зачем покупать биткоины на сайте блокчейн, если в AdvoCash тоже можно их купить? Валерия, смотри, биткоины это просто такая электронная валюта нового мира. Ее можно купить очень много разными способами. В том числе даже уже есть офлайн обменники, куда можно прийти в офис, чемоданом денег вам сделают биткоины. Вопрос способа просто, как кому удобнее. Опять же, на сайте блокчейн их нельзя купить. На сайте блокчейн их можно зарегистрировать себе кошелек и держать там свои биткоины. И переводить их либо принимать. Вот это функция сайта блокчейн.info. В адвокэше есть встроенная платежка по покупке биткоинов, но очень много других способов, как их купить. В частности, на обменнике кассы, которые я давал. То есть, кому как удобно, пускай так, как и покупает. А сайт блокчейн.info их просто хранит, переводит и получает. Надеюсь, сайт, мы сформируем железное расписание и оно будет всегда работать. Пока по понедельникам на планерке мы планируем каждую неделю отдельно. Ирина, не сделала биткоины, не получилось. Ну, Ирина, напиши, пожалуйста, нашему хорошему Эльнару, он тебе прям с удовольствием поможет. С баланса, да, с баланса автоматически создастся портфель. Если у вас на балансе уже вы накопили от партнерской работы, то есть смотрите, вот три кошелька внутренней валюты, которые на главной вкладке у нас в аккаунте, туда стекаются все деньги. Будь это ваш бонус за активную работу, либо это бонус от пассива вашей сети, да, либо это от конкретно ваших инвестиций и доходов. Все будет стекаться со всех лучейков в эти три места биткоин, эфир и адвокэш. Как только там накопилось минимум 10 долларов, можете моментально тут же автоматически создать новый портфель в компании. Дарья, насколько безопасно хранить биткоины и эфиры на кошельках? Безопасно, отвечу так. То есть фактически эти сайты не хранят у себя, фактически они хранятся на ваших компьютерах. Это технически сложно объяснить, но доступ у вас есть только у вас, поэтому вы не разбрасываетесь своими секретными вот этими закрытыми ключами, по которым вы входите. Подключите обязательно двойные авторизации, это все функции безопасности есть. Сделать их и ваш кошелек будет невозможным внать. Людмила, спасибо за обратную связь. Ремонт длинной. Да, как Путин, знаете, сказал, ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. Какое название офиса? Ну, нашим офисам не нужны названия. Вообще мы их называем на западный манер, который китайцы открывают. Они всегда делают приписку клуб, то есть клуб, эстрейт клуб, потому что фактически вы уже понимаете, что это не является каким-то структурным подразделением компании, это является просто такой площадкой, где партнеры могут комфортно общаться, комфортно работать, куда можно пригласить человека, которого вы хотите зарегистрировать, там он познакомится с руководителем вот этого офиса, там будет вся печатная информация, там очень красивые, дорогие, вот мебель, вот ремонт, все, ну это классно просто. То есть многие стерки, знаете, как работают, они сидят в кафе с кружечкой там самого дешевого чая и весь день пытаются работать с людьми и одновременно максимально собрать ненависти от официантов. Поэтому наши партнеры будут работать комфортно на кожаных креслах с макбуками в офисах. Названия у этих офисов нет, это будет просто Estrade Club Екатеринбуд, например, Estrade Club Moscow. Ну, если вам нужны названия, то назвать их так. От рефералов бонусы можно направить куда вам хочется. Вы можете сделать из них новый портфель, новую инвестицию, а можете тут же их вывести. То есть выводить деньги можно хоть каждый день, хоть 10 раз в день, как вам захочется. Но, разумеется, направление вывода всегда только одно. Это ваш либо криптовалютный кошелек, либо AdvoCash. Мастеркарт Кукуруза. Я думаю, что можно, почему нет? То есть, когда вы будете на обменнике кассы выбирать платеж картой, выбирать там что-то, просто указываете данные вашей карты, и платеж состоится. Но, опять же, там есть небольшая загвозка, карты подключили с условием, что пользователи будут их как-то, ну, доказывать, что это не ворованные, что ли, карты. Нужно там просто сфотографировать ватокарту на фоне этого обменника и отправить в техподдержку. Ну, то есть, пообщайтесь с техподдержкой в Телеграме, они быстро отвечают и все детально вам объяснят. Принесите кипяток. Ну, да. Ну, да. Ладно, ребят, давайте, если вопросов больше нет, если все вам понятно на данный момент, то поставьте какую-нибудь оценочку в чат от 0 до 10 и будем тогда прощаться. Как вы помните, у нас расписание есть на этой неделе. У нас кто самый внимательный, что у нас еще на этой неделе будет? Спасибо, спасибо, ребят, за обратную связь. Я думал, что вы меня закидаете помидорами с криками «Капитан Боян!» мы все это знаем, но, видимо, кому-то это было нужно, поэтому будем проводить такие мероприятия. Но, опять же, запись будет, если у вас есть партнеры, которые тоже еще не очень опытные, не до конца разобрались, эту запись, которая у нас будет в группе, Саша Коныгин нам ее предоставит, полезный наш человек, вы эту запись просто им скиньте и заставьте их посмотреть. Видите, ровно в час уложились, все, я молодец. Я обещал больше часа не делать, вебинар издержал слово. Поэтому всем спасибо, всем пока, хорошо отдохните и нас ждут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok